Это больше похоже на майскую демонстрацию. Плотные ряды, плакаты, флаги профсоюзов. Работники культуры, образования, медицины, горнодобывающего дела, сельского хозяйства, машиностроения, отдельные участники не от профсоюзов. Все они собрались на площади, чтобы выразить свое отношение к повышению пенсионного возраста. Смотря даже на наших близких, на мам, на пап, им все равно тяжело уже даже в этом возрасте работать так вот. А в 65 я даже не представляю. Нам в медицинском говорят, например, что средний возраст смерти мужчин 63 года в нашей стране, а работать они должны до 65. Это нелогично. Предложение сдвинуть выход на пенсию на 5 лет для мужчин и сразу на 8 для женщин. Неделю назад предложило правительство России. Законопроект уже на рассмотрении в Госдуме. Его активно обсуждают и жители страны. В регионах проходят акции протеста. Для Алтая этот пикет первый. В пенсионном фонде края поясняют. Число пенсионеров неуклонно растет. Только за 10 лет плюс 10%. Всем нужно не только платить пенсии, но и своевременно индексировать их. Для бюджета страны огромная нагрузка. На пенсии пенсионеры работают не от хорошей жизни, а от того, что на одну пенсию и на мизерную зарплату в бюджете прожить невозможно. Поэтому люди идут работать. Если пенсионеры будут дольше находиться на своих рабочих местах, молодежь куда пойдет? Нужно увеличивать количество рабочих мест производства. У меня свои планы были. Уйти на пенсию, может быть, что-то в жизни поменять, хотя бы уйти на ту же ставку, потому что очень тяжело работать на те же полторы ставки, выдерживать такой ритм жизни и работы. Многие федеральные СМИ сообщают, что возрастные параметры выхода на пенсию могут смягчить. Тем временем сейчас Алтайские профсоюзы добиваются разрешения на проведение еще одной акции – митинга на площади Советов 3 июля. Они уверены, их мнение должны услышать. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.